Всем нихау, это Скорабель на связи. Сегодня на обзоре, друзья, один из самых лучших, самых топовых и самое главное, друзья, бескомпромиссных смартфонов. Понимаете, когда в смартфоне есть все, это по-настоящему флагман на минималках со всех точек зрения. Друзья, флагман на минималках со всех точек зрения. И я, друзья, не преувеличиваю, и сегодня я вам обязательно это докажу. Итак, в начале челлендж, вы любите челленджи, какую батарею ты предпочитаешь? Есть разные варианты ответов, ты можешь в комментарии написать, что тебе нравится от 3 до 3500, 4, 4500, 5500, 6,6500, ну и так далее. Смысл ты понял? Поэтому пиши в комментариях, какую батарею ты предпочитаешь. Я свой вариант тоже там оставлю. И, друзья, не забывайте подписываться на телеграм-канал, там я ссылочки укладываю на Realme 6 Pro, скидки, купоны, промокоды на этот смартфон, чтобы купить его подешевле. В общем, друзья, все в телеграме. А сейчас давайте перейдем к самому смартфону. В комплекте у нас была скрепка, мануал, чехол, зарядка. И зарядка, кстати, друзья, неплохая, 30 Вт, но достаточно большая. По размеру, конечно, не очень привычно. Специальный кабель, именно если им, друзья, заряжать, то тогда он будет заряжать правильно. То есть это будет настоящий VOOC Charge, это фирменная зарядка от компании Realme. И, как вы знаете, компания Realme одна из самых продвинутых в плане зарядок, потому что они используют Oppo One Plus, Oppo и так далее. То есть опыт всех этих команд они используют. По комплектации, друзья, все неплохо. Чехол защищает камеру, нет заглушки на MainJack и на USB Type-C. В целом чехол на первое время пойдет, но дальше можно его, в принципе, поменять. И далее, друзья, к обзору основные характеристики. Экран здесь 6, 6 дюймов. Это IPS-матрица Full HD плюс разрешение. И самое главное, друзья, в этом экране, конечно же, герцовка. Здесь есть на выбор либо 60, либо 90, либо авто. То есть в режиме авто он сам выбирает, когда нужно 90, когда 60 и так далее. Поэтому немножко экономит батарею. Учитывайте, если выставляете 90 Гц, батарея будет уходить немного больше. По поводу яркости. В принципе, она здесь в порядке, но в целом яркость чуть меньше на всех стандартных IPS-ах. Наверное, это связано вот с новым экраном, с этой новой герцовкой, скорее всего. Потому что у компании Realme всегда здесь был порядок и никаких проблем не было. И на минималках, и на максималках все, друзья, отлично. Это хорошая IPS-матрица. И, конечно, 90 Гц это реально круто, друзья. Потому что я попользовался 90 Гц, потом на 60 переходить очень сложно. То есть ты уже видишь такую колоссальную разницу. А если 120, то, конечно, на 60 уже вообще перейти невозможно. Поэтому 90 Гц, друзья, это классный, отличный экран, который очень сильно радует. Далее модули связи. Здесь есть LTE, 4G, 3, 7, 20 бенды. Все бенды присутствуют. Это официальная, друзья, глобальная версия. Причем российская лицензия. То есть покупала в России. И поэтому здесь все, конечно, присутствует. Но если вы будете брать на Алиэкспрессе, то обязательно следите, чтобы там было написано Global Version. Тогда у вас будут все нужные бенды. И, друзья, как я уже говорил, все ссылочки есть на телеграм-канале на этот смартфон. Wi-Fi 5 и 2,4 ГГц. То есть все есть. Bluetooth 5-го поколения. GPS есть. И, друзья, NFC тоже есть. Миниджек. Понятное дело, здесь тоже присутствует. И так, как мы видим, друзья, пока нет компромиссов. То есть экран 90 Гц. NFC есть. Все, друзья, пока что по топу. Далее к операционной системе. Здесь Android 10 уже сразу же диск. Коробочки обновления до Realme UI 1.0. Вот только прилетело новое обновление. И здесь есть у вас некоторые вопросы по этому поводу. Смен тем нет. Я пока не нашел. Темная тема есть. Живые, друзья, обои есть. Иконки можно по-разному настраивать. Если хотите, то на втором канале я, друзья, все это подробно могу расписать, чтобы здесь на этом не останавливаться. Но самое хорошее, друзья, здесь нет рекламы. Да. Привет, компания Xiaomi и Redmi. Да, здесь реклама нет. Значит, звонил-ка здесь гугловская. И многие спрашивают, есть ли запись звонков. Нет, друзья. Записи звонков нет. Но компания Google активно ее тестирует. Поэтому скоро запись звонков появится. В каком варианте, пока что непонятно. Но это все, друзья, только в будущем на данный момент нет. Клавиатура здесь тоже гугловская. Чтобы вы понимали, в целом Realme UI мне очень нравится. Это очень симпатичная оболочка. Для меня после MIUI 12 это вторая оболочка сегодня, которую я предпочел бы. Далее камеры. Это тоже, друзья, козырь. И здесь никаких компромиссов. 64 мегапикселя Samsung JW1. Апертура f1.8. Это основная камера. Она решает, друзья, решает очень неплохо. И мне здесь все нравится. Ширик на 8 мегапикселей, друзья, тоже не стыдно. Апертура f2.3. И также, друзья, здесь в этом смартфоне есть телевик на 12 мегапикселей. В отличие, кстати, от следующей версии Realme 7 Pro. Там телевика нету. По крайней мере, о нем не заявили. И это круто, что у нас здесь есть макро на 2 мегапикселя. Фронталка здесь 2 до очка. 1 на 16 мегапикселей. Другой ширик. Не написано на сколько. Почему-то. А значит, видеосъемка 4К 30 кадров в секунду. Full HD 60 30 кадров в секунду. Фронталка Full HD снимает. Стабилизация, друзья, есть. И там, и там. Смотрим примеры снимков. Первое фото 64 мегапикселя. Отличная цветопередача. И мне нравится детализация. Все отлично. Это стандартный, хороший 64 мегапикселя. 12 мегапикселей тоже, друзья, никаких придирок. Все стандартно. А вот ширик, друзья, мне очень понравился. И цветопередача отличная. И качество отличное, друзья. Это один из самых хороших и правильных шириков. Ну и, конечно, телевик здесь тоже есть. Вот обратите внимание, если присмотреться, даже надписи видны. И это, друзья, я снимаю с рук. Просто с рук. Это отличный результат. Далее по селфи. Сначала снимаем на основную камеру. Она, в принципе, неплоха. Это примерно уровень 12-16 мегапикселей, как и заявлено. А дальше, друзья, ширик и ширик, друзья, на селфи-камере. Это просто бомба. То есть, реально, ты делаешь нормальные селфи-фото. И в этом респект. Далее смотрим примеры видео. Ну что ж, друзья, снимаю сейчас на Realme 6 Pro основная камера. Пишем звук прямо на камеру. И что сказать. Я удовлетворен со всех точек зрения. Реально классная камера. Ширик крутой. Основная камера, друзья, крутая. И самое главное, телевик. Телевик тоже в порядке. Причем его нет в следующей версии, почему-то, в Realme 7 Pro. Его не поставили. Здесь он есть. И здесь он прям супер в порядке. Если вы хотите снимать видео на этот телефон. То есть, не просто какие-то там видюшки от первого лица. А реально как-то заниматься видео. Делать телесъемки широк и угол. Там основная камера и так далее. То этот телефон, друзья, просто бесподобен. У него есть все, по сути, как во флагмане. И реально сейчас такого набора нет в среднем бюджетнике. Ни в одном. Я, по крайней мере, друзья, не встречал. И поэтому Realme 6 Pro официально прокачаны. Самые крутые камеры для съемки. Следующий момент, друзья, это центральный камень. 720 Snapdragon 8 нанометров. Что вам еще нужно? По поводу производительности. Все окей. В игры играет отлично. Тормозов, подлагиваний нет. Это один из самых правильных смартфонов с точки зрения производительности. Adreno 618. С той раз проверенный. Версия, друзья, у меня 8128. Друзья, сразу же 8. 8128. LPDDR4X. Основная память UFS 2.1. Можно сюда добавить microSD и еще добиться, друзья, если вам 128 не хватает. В общем, в плане производительности здесь все очень даже супер. И в Antutu он убивает примерно 260-280 в зависимости от нагрузки. Мне нравится в плане производительности. Я думаю, этого телефона на 3-4 года подряд хватит. По поводу звука. А с звуком, друзья, здесь все в порядке. Он, с одной стороны, и не очень улучшился. В плане качества звука он стал немного лучше, чем предыдущая версия. В плане громкости остался на том же уровне. Далее батарея. Батарея здесь 4300 мАч. В принципе, неплохо. Но зарядка 30 Вт. И это классно. Заряжает, друзья, очень быстро. Мне это очень нравится. На 2 дня хватает с натяжкой. Помню, что здесь 90 Гц. И, наверное, это самый такой, ну, очевидный минус этого смартфона. Хотя я бы не назвал это минусом. Все-таки 4300 мАч. Здесь круто. Но если можно назвать какой-то минус в этом смартфоне, то это, наверное, только этот. Тест батареи, друзья, если вы не смотрели, то посмотрите. Там все объясняется. И давайте побежимся по внешке. Сверху разговорный динамик. Второй микрофон для шумоподавления. На левой грани тройной сим-лоток. И также здесь две кнопки громкости. Да, они здесь с левой части. Внизу мини-джек, основной микрофон, USB Type-C, основной динамик. И на правой стороне кнопки включения и уключения. Там же находится сканер отпечатков пальцев. На экране, друзья, пленка сразу же с завода. Олеофобное покрытие среднего качества. По размерам 163,8 на 75,8, 202 грамма весит. В принципе, стандартные размеры для этого года. Конкуренты этого смартфона Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S и Realme 7 Pro. Вот это, наверное, самые-таки правильные, адекватные конкуренты для этого смартфона. Ну и, друзья, по ценникам. Ценник на Алиэкспрессе 250 долларов можно найти. Версия 8128. У официальных дилеров где-то 300 долларов. Примерно та же самая версия 8128. Где брать, решайте, друзья, сами. Но если берете на Али, то берите только глобальную версию. Цена и качество, друзья, у этого смартфона, мне кажется, одни из самых лучших. И этот телефон я на полном серьезе могу назвать, друзья, флагман на минималках. Вот нет никаких компромиссов. Просто никаких. На шпигон, друзья, ну по полной. Поэтому я считаю, что это один из самых лучших телефонов на данный момент. И без компромиссов. Крутики компании Realme вы сделали реально очень классный смартфон. Ну и в конце, друзья, тоже набираем 10 тысяч лайков. Разыгрываем этот смартфон. Если не набираем, то не разыгрываем. Все зависит от вас. С вами был я, Эдскрайбер. Честный обзор. Всем пока-пока.